Вот здесь гуляют фазаны. Выходят и пасутся. Там за крыс? Вон, 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 побежала. Побежал петушок. Видели? Вон фазан идет. Если вы увидите, вон, 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 вон. Волн вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей, а видеть. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий – Геннадий Малахов. Вот как перебороли? Как это понятно? Нет, ну нет, может быть, я не так сказала перебороли. Знаешь, у меня в волне какая-то такая борьба была жуткая. Нет, это на самом деле просто один раз, возможно, два сказала себе. Вспомни, что будет, если ты это съешь, и все. В разведении один к одному пьют сок по 1,3-1,4 стакана за 30-40 минут до еды, как сахаропонижающее средство. Кстати, сельдерей еще способен замедлить процессы старения в организме. Он продляет нам молодость, потому что содержит уникальный набор белков, витаминов, кислот, минеральных элементов и так далее. Всего того, почему соскучилась наша клетка. Конечно, приходится следить за питанием. Я думаю, та актриса, которая скажет, что она ест все подряд, думает, что все-таки она будет лукавить. Калий, по-моему, влияет на работу сердца. Калий влияет и на работу сердца, и влияет на работу почек, и он активно гонит из организма в воду. Поэтому вот это как раз молочко для взрослых очищает нас, питает нас и укрепляет, как мы говорили, и щитовидную железу. А сейчас много заболеваний щитовидной железы. А я еще хотел спросить очень интересный вопрос. Я слышал, что полезнее есть сырое мясо, нежели термически обработанное. Потому что сырое мясо, я слышал, что легче переварить. Берете этот огурчик, окунаете его в мед. Вот, смотрите, медочек есть. И отпусываете. Оно простое, простое в изготовлении, и недорогое, и быстрое, я бы сказал. И, кстати, если мы говорим о капусте, она обладает рядом целебных качествах. Да, да, да. Да, именно. Там противоязвенный такой фактор имеется, то есть противоонкология сразу будет хорошая профилактика. Значит, работа прекрасная желудочно-кишечного тракта, вот что называется капуста. И, кстати, в древнем Египте рабочих, которые работали на строительстве пирамид, кормили капустой, которая обладает силой. А, Ванесян, сегодня решается главный вопрос. Либо ты сегодня станешь лауреатом, либо останешься армянином. И пусть минут 5-10 оно томится. О, третью ложечку. Кстати, здесь такой вкусный запах своеобразный, такой, знаете, как детские хрумтушки, сладенькие такие. Вы заливаете литром талой воды, лучше всего настойной на кремнии. В Мексике все горячо, я бы сказал. Все горячо, да? Солнце, пальм, океан, гитара, страсти кипят, жара, сахара. Сразу петрушкой закинуться. И, кстати, еще щавелечек, который содержит бета-каротин, он полезен для тех людей, кто длительно пребывает в тяжелом стрессовом состоянии. Но в один, значит, добавили, вернее, положили кусочек мяса вареный, вернее, даже лягушку вареную, а в другую сырную. На 4. Вот она как раз вот по этим силам и действует. То есть это прямо наглядный пример, наглядный образ сотворения мира, да, из мелочи. Внежную, значит, оболочку, да, из такой мягкой клетчатки. Вот эта клетчатка как раз. Можешь скушать? Ага. Мне кажется, самое лучшее – это на завтрак такой питательный, полезный завтрак. Можно в промежутках между пищей, когда нет по каким-то причинам возможности что-то приготовить, но ты можешь, это же очень быстро мешается. Буквально за несколько минут Геннадий Петрович все приготовил. Очень быстро и это очень, из-за этого, так сказать. Ну, это не просто быстро, это и оперативно, да, готовится, и вкусно. При нашем образе жизни, когда мы всегда спешим, это просто уникальный коктейль, который как раз спасает и здоровье наше. Ну, на самом деле пена очень вкусная на самом деле. Вот, очищает наш организм и еще там какие-то сахара. А вот эти вот пигменты, которые содержатся, они чистят кровь. Еще добавки? Как видите. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok